Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Это моя жена Зина, сегодня у нас выходные, суббота у нас, с нами дети, мы приехали в новое местечко, в пригороде Омаха, новый такой вот ландшафтный парк, походим, посмотрим, захотелось погулять по настоящему лесу, вот, ну, здесь мы ни разу не были, так что посмотрим, понравится, не понравится. Ну что, Зин, готовите? Я с Женькой, у меня сзади вот такое замечательное устройство, которое позволяет переносить ребенка, вот, купили его недавно, использовали, по-моему, всего пару раз, вот, так что надо его использовать, пока ребенок из него не выйдет. Лиза, Лиза, постоянно пошла по лужам, нельзя было обойти лужам. Ну, это ее любимое занятие. Я ее позавчера из парка посреди лужи выковыривал. Зинка, посмотри, как панорама открывается. Необычно, прямо на Омаху вдалеке. Вот это наш Омаха. Да, наверное, что-то прикольно, когда хорошая погода на пикники приезжать. Вот такие вот указатели здесь встречаются. Пойдем, ты закажешь. Зинка, навык теряешь? Вспомни, как ты по Чуфут-Кале лазила, по ТП к Эрмену. Какой кошмар! Она вся грязная. Человек пришел в лес и ожидал, что здесь будет карпет и автоматы сгазированы водой и попскорном. Да, лягушки. А, да, я купил себе лягушки. Такая обувь была очень модной, популярной в начале еще 90-х. Все морсовские фарсовщики и утюги ходили в такой обуви. И очень практичная обувь. Здесь, судя по следам, какая-то все-таки живность шарится. По этой тропе я не очень хорошо разбираюсь в следах. Но мне кажется, что это кто-то, наверное, типа енота, наверное, я не знаю. Посмотрите, какой отпечаток. Это, наверное, енот. Зинка, смотри, мне кажется, что это енот здесь. Вряд ли здесь собак погуливали. На след посмотри. Вон. Или енот, или лиса, я не знаю, кто это может быть. Как думаешь? Кто-то маленький. Еще один перекресток. Солнышко уже садится. Я думаю, что минут через 30-40 уже будет темнеть. А вон наши девчонки идут. Зинка, там, по-моему, еще стрельби еще есть. Надо сходить посмотреть. Может, там можно прийти и пострелять из какого-либо оружия. Идем, идем. Так и хочется сказать. Битый не битого везет. Битый не битого везет. Обратите внимание на шапочку. Шапочка у Женьки. Это эксклюзив. К нам приехали друзья. Вот. А в Омаху они уже были. Саша и Дима. Саша умеет шикарно вязать. Разного рода эксклюзивы. Сделал такую лягушачью шапочку. Ребят, вообще вам респект. Шапочка сегодня была протестирована. Вот. А впереди у нас продолжение вот этого трейла. Все, конечно, мне кажется, мокровато. Но вот такая вот у нас зима. Слышите вот эти вот хлопки? Похоже, там впереди стрельбище. Находится. Очень интересно посмотреть, что там такое. Вот. Ну, а мои девчонки немножко сзади плетутся. Идут, гуляют, никуда не торопятся. Вот такой вот частный домик притаился в низине. А там в глубине еще он какой-то домик просматривается. Наверняка вся вот эта земля тоже принадлежит вот этим людям. Милейшее место. Спокойнейшее, я думаю. Внизу речка протекает. Я думаю, здесь просто божественно. В летнее время здесь просто шикарно должно быть. Я вот смотрю, там на вершине еще домики видны. Вот в таких местах и нужно селиться. В шаговой доступности от цивилизации, чтобы до машины можно было доехать в супермаркет. Но что же, в самое время, чтобы была полнейшая тишина и уединение, и умиротворение с природой. Что эти здания стоят? Частные дома. Мне кажется, что может какой-то клуб. Отсюда же вот эти хлопки были. Я не знаю. Вот большое здание больше, конечно, похоже на какое-то частное заведение. А вот там в глубине явно жилое сооружение, мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Самое приятное, что все закончилось хорошо. Никого не съели и все остались чудом живы. Самое главное остался жив, маленький квак. Сейчас. Перепачкались? Но устали, да? Удовольствие как? Водик твой будешь мыть очень долго. Ну и ладно, что, господи. Иди сюда. Это только фотоаппарат. Кстати, не перепачканный. Вот, видишь? Ой, ну ладно уж. Иди сюда. Иди скорее. Иди умываться. Иди умываться. Самолетик летит. Давай. Давай руки мыть. Давай руки мыть. Иди руки мыть сюда. Сейчас покроем всю машину и поедем домой. Все, если потирать в руках. В отличие от всей честной компании, вот этот у нас член команды. Иди сюда. Вел себя самым спокойным и адекватным образом. Мужик растет. Фот. Да. Спокойно себя так повел, да. Все. Да потому что он сидел все время. Что он себя вести-то? Я не катался по грязи все время. Ха-ха-ха-ха-ха. Видите, да. Снимай все грязи. Перемазанная вся. Зато с шоколадным... А, не с шоколадным. Зато с коктейльчиком. Зато с клубничным коктейльчиком. В поощрительных целях. Скажи, что отличается, да? Да, другая. Где другой, чем в России. Да, может, на что мы бикмачки не любим, но вот единственная вещь, которая здесь имеет смысл убрать, вернее, две вещи. Мороженое классное, да? И коктейль. Бражки, да. И коктейльчик у них. Дай. Рановато тебе пока, Жень, дай. Я думаю, у тебя мяско будет. Да. Оба ребенка мясоеды. Мама. 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 Мамы. Ровечка, хорошо, что он ест мясо, а девочка не очень. Мама, мама. У меня закончилось кофе. У нас поблизости открылся Family Fair. Решил зайти и копейка себе купить походу. Чуть бы его не забыл. У жены закончится такая-то рыбка. Она очень обожает ее. Маленькая такая. К сожалению, здесь барабулька не продается, но вот такая как бы замена барабулька. А это кофейный чайный отдел И сейчас будем искать мой любимый кофе Я люблю Айриш Крим Но его достаточно быстро разбирают Что я могу взять в качестве замены Или Крем Брюле возьму Или возьму Кая Моретто Наверное Моретто возьму вот это Чтобы заманить покупателей в магазин Потому что напротив находится Волмарк Придумали вот такую штуку Уголок где можно налить бесплатного кофе И набрать попкорна Так, мы пришли к шапочному разбору Попкорн весь бесплатный набрали